Всем привет! С вами Алекс, канал Береглаб. Сегодня говорим о погоде. Начнем с геомагнитной обстановки. Смотрите, в целом все в зеленой зоне, но вот здесь вот такое ощущение, что готовится перейти в желтую зону, но пока держится на уровне. Смотрим на наше светило и что мы видим? То есть оно пошло вообще в полный пляс. Вот можно увидеть сразу, смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть зон активных. Представляете? Причем вот эта вот зона, она эруптивная. Она очень мощная и непонятно еще, чем все закончится. Она поворачивается в сторону нашей планеты. Смотрите, у нее девятнадцать пятен. Девятнадцать пятен. То, что я говорил, что когда она поворачивается, количество пятен, видимых, становится гораздо больше и, соответственно, статистика резко растет. Причем, смотрите, здесь класс совсем другой, да, и вероятность С-класса вот 60%, М-класса 15% и Х-класс, ну, нормально сейчас, да. Вот. И добавилась вот эта зона 2787 справа, слева, которая находится, да. И плюс еще вот эта вот повернется, я думаю, на выходных. После можно будет делать вывод, будут ли там пятна или нет. Ну, думаю, что может быть и будут. Может быть. То есть точно непонятно. Но такая довольно-таки аккуратная зона, да. Сложно сказать. Ну, давайте посмотрим, что у нас было со вспышками за последние сутки. Сейчас прогрузится. Так. Вот, смотрите, все регулярно. Примерно одно и то же, одно и то же уровня дает вспышки. В общем-то, пока все нормально. Что начнется в 2030 году новый ледниковый период, и их исследование связано на циклах солнечной активности 11-летнего, 90-летнего и 300-400-летние циклы. Вот они считают, что как раз время сейчас пришло. Предыдущий длился в 1645 по 1715 год. И вот они, соответственно, сделали такие расчеты и опубликовали, что, в общем-то, сейчас уже даже здесь есть первые признаки, которые к этому идут. Но это вполне возможно. Допустим, если последний цикл начинается очень активно, он будет короче, судя по всему, чем обычно. А вот следующий цикл может быть таким провальным. И тогда действительно будет прохладно. И, кстати, вот здесь даже климатологи пишут о том, что, в общем-то, надо осторожно использовать те модели, которые используются сейчас для прогноза климата. Почему? Потому что в них, вот так они обозвали, социоэкономические представления, так сказать, влияют. Вот. Но на самом деле это, естественно, политические заказы. Просто они вот так вот аккуратно их назвали. И вот рекомендуется не использовать эти модели и не делать никаких серьезных выводов на основании этих моделей. Интересная такая статья пошла. Но вот Марс тоже идет в разнос, кстати, сейчас и здесь пыльная буря начинается. Вот надо смотреть, потому что, как правило, если события на Солнце, они инициируют также события на других планетах. Ну вот, ближе всего к ледниковому периоду сейчас у нас Канада, именно Лабрадор. Здесь, видите, в ноябре им выпало столько снега, что они не смогли вообще передвигаться. Полный паралич. Ну, 75 сантиметров это, конечно, много. Но там продолжает цыпь, то есть там метр практически снега очень сложный. Ну, вот не менее сложнее пришлось Владивостоку, потому что там не смогли справиться с последствиями ледяного дождя в течение недели. Там даже губернатора сняли какие-то политические перестановки в связи с этим. Вот здесь людям, значит, и полевые кухни, и пункты обогрева разворачивают, потому что нет электричества, там, соответственно, жить тяжело. Это еще раз к вопросу о том, что нельзя все ставить только на электричество. Вот, может произойти любая катастрофа, и все-таки другие топлива тоже могут, должны использоваться. Вот, например, в Южной Калифорнии, да, опять тоже без электричества останутся. Вот, здесь, чтобы предотвратить риск пожаров, связанных с сильным ветром. А откуда взялся сильный ветер? А сильный ветер взялся от того, что там происходит холодовое вторжение. И, соответственно, на границе происходит сильнейший ветер. Вот, они боятся пожара. Ну, еще про какие напасти рассказать. Вот, интересная статья. Зимние комары грозят разрушить экосистему Антарктики. Ну, вообще, такое явление, как зимние комары, меня тоже удивляет. То есть, я их вижу в Альпах, здесь тоже в горах Германии. Когда 0,5, вот такой вот температуры, в феврале, допустим, они летают свободно. Удивительное явление. То есть, не боятся мороза комары. Ну, что, в пользу глобального потепления сторонников, вот, они пытаются раздуть, соответственно, наступление лета в Австралии. К ним приходит лето сейчас. И вот они пытаются раздуть, как волну жары. Ну, судя по температурам, средние сороковки плюс сороковки, это как-то не особо впечатляет. Ну, согласитесь, для Австралии, где у них там за пятьдесят, вот, это жара считается. То есть, 40 градусов, но как-то несерьезно смотрится. Так, ну, а вот что происходит сейчас в Питере, в Москве. Смотрите, в Питере будет первый такой морозный, холодный день, когда полностью минимальная температура. В воскресенье, 29 ноября. В Москве тоже с приходом зимы начнется зима. А вот Таня и другие циклоны сиели полностью снег на юге. Вот, да, главу местной власти. А, это, кажется, на острове Русский. Только не губернатор, а только на острове Владивостоке. Так, понятно. Ну, почему это происходит? Вот сейчас такие процессы. Почему снег пропал и вот такая нестабильность общая. Смотрите, значит, вот здесь антициклон находится, да, а это проникла сюда, вот эта Таня. И эта Таня проникла, но она застряла, потому что дальше на восток ее не пускает антициклон. Обратно она пойти не может. Вот, ну, здесь тоже вот антициклон, да. Плюс еще здесь вот ни с того ни с сего в центре антициклона возник сначала один вихрь такой циклонический, да, который удвоился, разбился на две части. Вот, и одна сейчас вот в районе Алжира, Туниса, Италии портит погоду, да, а другая вот на Марокко, ну, в Испании, в Португалии там дожди с грозами, да, а на Марокко там вообще снег сыпется, представляете, какие широты Марокко, это вообще нам даже не представилось. Ну, это Египет практически, да, это даже не Турция, это южнее гораздо, и там снег сыпет. Вот, и вот я хочу сказать, в Европе тоже очень неустойчивая погода, очень неустойчивая, вот, и такой холод, понимаете, хотя днем вроде плюс слабый, да, там плюс три, плюс четыре, вот так вот, солнце светит из-за антициклона, ну, ветра дует абсолютно, вот я сегодня ездил на велосипеде три часа, вот, в итоге заехал в горы, чтобы погреться, да, там в горах как-то меньше ветра, и согреваешься лучше. Ну, вот, о чем я говорю, в Испании, пожалуйста, грозовая активность сейчас вовсю происходит, ну, здесь Чехия взята, видите, какая изморозь, да, вот очень какая-то с влажностью, какой-то такой морозец по ночам, все какое-то мокрое, вот, ну, и вот пишут здесь западная двина, значит, налипание происходит, мощная снега на проводах, на деревьях, вот, ну, если деревья сбросили листву, то уже хорошо, и в Москве тоже, смотрите, какое небо, это не сейчас такое небо, это летом, а сейчас вот такое вот серое, да, фотографируют. Здесь как раз описывается вот это вот, что эта Таня уперлась в антициклоны, теперь с западное на восточное движение циклона поменялось на север-юг, и она не знает, куда двигаться на север или на юг, то есть вот такое вот непонятное движение. Да, вот здесь вот более четко, вот она, это Таня, здесь находится, да, вот холодный фронт, это теплый фронт кружочками, и, соответственно, за ним сюда проникает холодный воздух, так что вот эта изморозь на проводах, она, скорее всего, консолидируется на деревьях, вот, но там еще идут вихри, и наступление антициклона вроде бы как должно привести к оттепелям, да, ну, на юге точно будет оттепель, но, однако, вот, по линии, соответственно, восточный Саратов-Вологда ожидается уже четкая, там, минус, и не пройдет туда Таня, скорее всего, но, может быть, там часть ее пройдет на Южный Урал каким-то образом. А вообще вот здесь прогноз говорится о том, что для Украины, допустим, будет большой перепад температур, то есть, смотрите, здесь на Западе будет плюс 13, а на Востоке будет минус 7, то есть, получается, 20 градусов разница температур, видите, какая поляризация происходит. А вот Российская Федерация, центральный федеральный округ, здесь станет антициклон в итоге, и сильный мороз, возможно, до минус 20, представляете, какие морозы ожидаются-то. Но сейчас вот морозы в Новосибирске, ну, нормально для сезона, как раз минус 16, минус 17 градусов по утрам, в общем-то, погода вполне такая нормальная, есть еще снежок, еще не исчез, не испарился, ну, вот, вполне комфортно, я думаю, для Сибири-то. Так, что еще интересно, ну, вот как раз предупреждали, когда работали с картами, да, в прошлом выпуске, это позавчера было, в Миссисипи, да, вот, пожалуйста, торнадо там случился в Миссисипи, значит, Невар, вот этот в Индии привел к гибели как минимум 5 человек, здесь 3-5 последние данные, ну, я думаю, там несколько десятков погибнет в итоге, но все равно это меньше человек. Ну, вот, дожди продолжаются в Саудовской Аравии, она тонет, это уже практически каждую неделю можно, это постоянная новость теперь в последние пару лет. Вот, сильные дожди в Израиле, вот, затоплены автомобили, ну, спасибо, что пишете, держите в курсе, что это в основном там проблемы с ливневыми стоками, потому что их не прочистили вовремя, вот, может быть, так бы и ничего не было, никаких проблем. А вот здесь вот реальные проблемы в Марокко, я не знаю, там у них вообще есть отопление или что-то типа того, вот, рассчитано ли на это, ну, 10 сантиметров снега, это не просто град, выпал там 2 сантиметра и растал через полчаса, это серьезно, и причем это продолжается у них там. Вот такие вот дела происходят теперь. В Марокко у нас снег, а в Карелии снега нет. Так, ну, теперь давайте посмотрим, что же будет на выходных. Ну, в целом около нуля самая популярная температура. Вот, ну, на русском севере хоть немножко холодает, минус 2, минус 4, вот, даже снегопады какие-то там пройдут. Вот, на юге, в Черноземье, вот, плюсовая температура, в общем-то, вот, только в Казани, Самаре, минус 1, минус 3. В Ростове около 10, Краснодар, там, естественно, побережье, Сочи до плюс 15. Серьезные морозы, вот, в Западной Сибири до минус 15, на Дальнем Востоке, в Владивостоке сохраняется минус, и в Хабаровске до минус 9. Ну, что, на этом все, вечером выйдет выпуск работы с картами. С вами был Аликс, канал Береглаб, спасибо за внимание.